Так, снова здравствуйте. Третья часть, третья часть. Фактически, для того, чтобы более-менее была логическая связка между третьей и второй частью, надо вторую часть смотреть внимательно. Потому что там всё, это всё частности. Да. Понимаете, при этом всём, я ещё раз повторяю, это получается у нас проявление гельминтозы. Они описаны, но в расчёт почему-то не принимаются. Или если это всё-таки, значит, причина инфекционная, то, наверное, что-то надо делать. Причём, смотрите, у нас получается и инфекционная, и массовая. То есть, проблемы с желудочно-кишечным трактом имеет там, кто? Каждый третий взрослый человек, да? Каждый пятый взрослый человек. Особенно после определённого возраста. Так у нас получается. Почему ничего не делается? Где карантинные мероприятия? Где мероприятия, направленные против вот этой инфекции? Значит, в Советском Союзе было деление трихомонады на, как бы, три вида. Ротовая, желудочно-кишечная, вагинальная. Всё. Но, кроме советской медицины, была ещё западная медицина. И там постоянно происходили вот эти вот доказывания друг к другу, значит, какая идеология лучше. Бодались на всех уровнях. Не только в космосе и оружием, но и в медицине в том числе. Вот. Сейчас, соответственно, у нас всё плохое, всё советское плохое. Всё западное, соответственно, у нас теперь хорошее. Поэтому, соответственно, нам, значит, желудочно-кишечную трихомонаду обозвали на западный манер. Хеликомбактер пилори. И все теперь с этим бегают. Выпучив глаза. Хотя это простая трихомонада. Но, так как название новое, неизвестное, назначают сразу от неё кучу новых антибиотиков. Всё. Метранидозол в аптеке до сих пор стоит 3 копейки, условно. А вот эта куча новых антибиотиков от хеликобактер пилори сразу стоит уже не 3 копейки, а 3 рубля. Бизнес. Но, опять же, она является причиной? Или она, скажем так, только пользуется создавшимися условиями? Может, всё-таки в основе-то, опять же, гельминтоз, как в паразитологии-то описано? И, соответственно, значит, необходимо человека сначала глистогонить нормально? Или, как они говорят, значит, ну, если нет угрозы жизни, что там человека лечить? Что его глистогонить, да? Ну, действительно, человек просто потихоньку загибается, потому что есть у любой болезни 2 стадии. Острая и хроническая. Вот при острой стадии, там, да, значит, это когда массово инфекция попала внутрь, она вызывает резкую реакцию организма, повышение температуры, значит, там, например, и что-то ещё. Но когда инфекции не так много, или иммунитет не настолько сильный, чтобы дать такой иммунный ответ мощный, всё это сразу уходит там в хроническую форму, протекая тихо, вяло, блин, потихоньку всё-таки подтачивая изнутри. Вот. И человек, соответственно, загибается от этих самых болезней раньше времени. Ну, не от нервов же он погибает. Почему у нас мужики умирают, блин, не доживая до пенсионного возраста? Сейчас тем более. Массово. А, как нам говорят, пьют много. Да вы знаете, может, всё-таки дело немножко в другом? У нас ведь всё-таки желудочно-кишечный тракт отвечает за превращение потребляемой нами пищи в субстанцию, которую в состоянии усвоить наш организм. Если желудок работает неправильно, если он вырабатывает не тот комплекс кислот, который должен, в результате будет изжога. Обязательно. Потому что изжога – это превышение кислотой определённого уровня в желудке. Банально. Там датчик сработал, вы чувствуете это как изжога. Элементарно. Значит, соответственно, раз не тот комплекс кислот, значит, не все белки будут расщеплены. Именно соответствующим образом. В результате, значит, организм не дополучит чего-то, а какие-то белки, проскочив дальше в кишечник, будут вызывать повышенное количество гнилостной флоры. Например. Понимаете? Если есть проблема с кишечником, всё будет то же самое, но в отношении растительной, например, пищи. Ну, строго растительной. И так далее. Хотя растительные белки, они всё равно расщепляются, в первую очередь, в желудке, и потом те же самые проблемы именно с растительной пищей точно так же будут. Вот. Что характерно. Понимаете? И организм просто-напросто недополучает. И получается, у организма нет строительных материалов, нет тех веществ, при помощи которых он в состоянии восстанавливаться, самовосстанавливаться обратно. В результате чего процессы разрушения протекают относительно процессов восстановления быстрее. Собственно, всё. Человек всё время балансирует между жизнью и смертью. С одной стороны, на него действуют разрушающие факторы, с другой стороны, организм постоянно самостоятельно восстанавливается, обновляется, заменяет что-то и так далее. Если у него не хватает строя материалов, что будет происходить? Разрушение будет происходить быстрее, чем восстановление. В результате что произойдёт? Человек умрёт. Но везде в паразитологии, ещё раз, нам вижу, проблемы с ЖКТ. При гельминтозе проблемы с ЖКТ. Сразу же. Проблемы с ЖКТ. Всё. Где наша доблестная медицина? Вот есть антибиотики, замечательно. А есть глисты, прекрасно. И вот эти вот, они не пересекаются. Нет. Вот эти антибиотики, вот эта, значит, инфекция, оно вот на этих глистов-то не действует, в общем-то. Что характерно. Там другие механизмы. Это не микроорганизм, потому что это макроорганизм. У нас массовый лимблиоз, повальный лимблиоз. В результате чего происходит? А это же поражение в том числе не только кишечника, это поражение ещё и печени, окромя всего прочего. Вот. В результате нарушается, там, из-за особенностей гормональной системы, значит, у мужчин и женщин, да. Вот. Получается разный, практически противоположный результат. Юноши растут вот такие худые, бледные, как этот, расток у картошки в подполье, понимаете, длинный, бледный. Всё. Они вот такие вот, соплёй перешибёшь, что называется. Но они, блин, худюшие, лёгкие. Вот. Там такое ощущение, что кости как у птички. Почему? Лимблиоз. Он вширь не набирает. Остаётся вот таким вот, худым, бледным, в армию не берут. Почему? Бля, а что с ним делать? Что он сам-то сделает? Вот. У девчонок практически с точностью до наоборот. У них перестаёт расти ноги. Понимаете? Что характерно. Вот. Почему и получается, как я в предыдущем видео рассказывал, ситуация, когда, блин, смотришь, коротконогая толстожопка, блин. Вот. Задница широкая, ноги короткие, блин. Родец какой-то идёт. Почему? Лимблиоз был. У неё вот на эту ширину таза должны были быть ноги значительно длиннее. Всё. Но этого не произошло. Понятно, да? Потому что лимблиоз. Кто-то, блин, звонит в колокола. Кто-то бьёт тревогу по этому поводу, что у нас фактически, блин, нация-то гибнет. Превращается, я не знаю, в уродов каких-то. Неспособных к многим вещам. Там ведь не только гормональные нарушения не только отражаются на скелете. Эти гормональные нарушения, они отражаются в том числе на мозге. И это всё хозяйство накладывается на нашу ненормальную на сегодняшний день систему образования. Что среднего, что высшего. Просто прелесть. А главное, никакого заговора, да? Что замечательно. Вот. То есть, у нас есть чётко инфекционные заболевания, по которым есть определённые мероприятия и так далее и т.п. А есть, и кто-то, судя по всему, об этом знает. Есть заболевания, вызываемые не инфекцией, а макроорганизмами, то есть гельминтозами. Вот. Ну, лемблиоз – это немножко исключение. Это всё-таки родственник трихомонады. Вот. Лямблия. И я вот, например, что-то совершенно не встречал мероприятий на тему лемблиоза, для борьбы с лемблиозом. Я разговаривал с заведующим элитным садиком. Вот. Говорили в том числе про лемблиоз. Так, говорит, а как детей лечить? А смысл-то, говорит, лечить? Ну, ты, говорит, сам вот понимаешь, нет. Это надо постоянно менять, каждый день, на новое, не просто стиранное, глажное, на новое, на тельное бельё. Трусики, как минимум. Значит, и постельное бельё, а ещё очень желательно и матрас. Кто, блин, потянет такое, а уж тем более в садике. А уж тем более, когда в садик ребёнка тащат, там они друг друга перезаражают просто-напросто по грунту. В течение недели в садике инфицированы все. Если кто-то приволок с собой какую-то новую заразу. Всё. То есть ребёнка можно попытаться что-то как-то лечить дома. И то, это надо постоянно сопровождать каждый день на всём промежутке лечения, на всём этапе лечения. Значит, противоинфекционные мероприятия по всей квартире. Это каждый день, неоднократно, желательно после каждого, блин, похода в туалет ребёнком, да, этот унитаз надо, блин, драйвить, стерильно, там, хлоркой обрабатывать. Вот. Всё это хозяйство. Всю квартиру надо кварцевать, проходить хлорсодержащими составами и так далее. Блин, это ещё то удовольствие. Это для того, чтобы просто не было перезаражения по кругу. Этим самым, блин, блюзом. Кто-то это делает, кто-то вообще слышал о подобном. Вот. Вот в чём дело. То есть, банально, что называется, есть вещи, с которыми бороться не надо, да. Они по разным причинам сами перестали быть активными. Как вот эти вот страшные инфекции. Значит, но при этом остались какие-то вещи, которые являются не столь страшными, и на которых, что называется, не умеешь бороться, возглавь. И теперь на них тупо делают деньги. Всё. Никто с ними не борется. И даже не пытается. Хотя противогельминтные мероприятия массово, это просто. Это достаточно с детства соблюдать определённый рацион питания. Вот. Но, чтобы с детства соблюдать, надо, чтобы взрослые родители ребёнка были в курсе необходимости, что надо делать именно так. Вот этим вот кормить можно, нужно. А вот этим кормить нельзя и не нужно. И всё. С маленькими детьми вообще просто. У них очень большой запас прочности. Очень высокая энергетика, в результате чего глисты очень плохо приживаются. Вот. Понимаете? Со взрослыми примерно то же самое. Что у нас? Леса перевелись? Что у нас? Ассина в них кончилась? У нас там что? Хвоя по весне кончилась? Черёмуховый цвет закончился? Что у нас там закончилось? У нас в лесу масса растений, являющихся в том числе глистогонными. Вместо того, чтобы запрещать, значит, в этот самый хворост в лесу брать, лучше бы всех научили, блин, как в этом самом лесу по весне лечиться. Ну, хотя да, сейчас задача стоит совершенно другая. Поэтому у нас заразных клещей в этих самых лесах, во-первых, всё больше. Во-вторых, эти клещи заражены всё новыми какими-то болячками. Сейчас вот опять сообщили, какая-то новая появилась, значит, клещи какую-то новую заразу перетаскивают, которая крупную собаку в состоянии убить за несколько часов. Человек, соответственно, тяжело болеет от этого всего. Как это всё называется? Вот если вот так вот посмотреть на эту всю картину, это называется, что на самом деле медициной у нас практически никто не занимается. Все занимаются зарабатыванием денег. А безопасностью, санитарной безопасностью населения никто всерьёз не занимается. Санпины, значит, есть, но их практически никто не выполняет. Всё. Да и толку-то от этого. Ну, действительно, смысл-то обрабатывать в садике посуду кипятком не менее чем 96-ти градусным, если, блин, у нас лимблиоз, гельминтоз и прочее. Вакцинации от всякой ерунды. Вот такие вот дела. Да. Как-то так. И при чём здесь инфекция, да? Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует...